всем привет сегодня в видосике поговорим про полировку полироли и то к чему еще интересной пасти одной пришли это у нас скаделок сивиль после покраски готовится под керамику весь полируется он уже в принципе весь отполирован белым мехом и оранжевым мехом мирка остался только капот самая большая поляна на ней и покажу как работают пасты ко мне приезжал технолог мирка виталий и случайно зацепился с ним он показал мне вот эту пасту ею попробовал купил одну банку одну банку уже полностью выработал купил вторую купил себе белого меха и реально вот белый мех на ротере мне понравился все остальные работы я все равно продолжаю делать на эксцентрике потому что на эксцентрике не так сильно греется поверхности скорость работы как на мое ощущение чуть чуть повыше чем на роторе но тем не менее ротор очень хорошо с этим мехом из вот этой пастой вот одна банка полностью пустая вылезанная с этой пастой работает довольно таки быстро контролируемо и хорошо видно что происходит блеск тоже довольно таки хороший после белого меха хотя он работает жестче чем оранжевый из минусов что мне чуть чуть не устраивает относительно того же автомат же кпс 1 это то что эта паста работает чуть медленнее и но в плане короче у нее цикл работы то есть она быстрее изнашивается и реально с одного прохода не убираешь то есть проходишь раз даешь блеск потом добавляешь еще пасты проходишь 2 и если где-то была глубокая риска допустим там от наждака или вообще глубокая риска там то есть нанесена на лакокрасочная без без наждака эксплуатации то надо добавлять то есть постоянно добавлять пасту ps1 of the magic в этом плане и нуждается то есть ты раз накидал и работаешь фактически пока поверхность полностью он станет глянцевой но есть огромный и плюс у этой пасты она стоит в три раза дешевле чем автомат же тот же объем в одном плане минусы в другом плане плюсы цена но и работает она довольно таки приемлемо то есть меня устраивает сейчас покажу как получается что получается и время засекать не буду мы просто посмотрим на результат капот пройден весь 2000 сейчас покажу как образец вот таким наждаком 2000 пройден весь капот на капоте было подрезано там 5 или 6 сарин таких крупненьких подрезаны они коваксом брусочком ну я не уверен что я даже не иду где они потому что я вроде хорошо все перебил 2000 и так приступим капот лучше начинать с дальних краев потому что можно на шоркать если тут на полируешь пока там будешь лазить проводом или еще чем-то соседние зоны лучше заклеивать потому что на этой машинке поскольку она сильнее греет чем эксцентрик торцы протереть гораздо легче вообще соседние элементы вот один элемент отполировал торцы их от соседнего отклеил пошел другой полировать надежнее не так уж дорого это стоит отклеить со скотчем а перекрасить гораздо дороже но это когда соседний элемент на этом элементе клеить не вариант ничего нагрета поверхность уже серьезно но видно на отражение еще от 2000 барашек просвечивается вот его если сейчас полировать полировать он не уйдет то есть уже бесполезно пасты фактически нет она не работает надо брать и добавлять еще пасты а 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 Продолжение следует... Только с третьего захода получилось вытащить. Я сейчас этот же мех одену на эксцентрик. Я просто сравним ради интереса по времени. Тот же мех, только продутый. Попробую вот эту часть отбомбить по времени. Посмотрим. Потому что что-то... Что-то, короче. Потому что капот большой. Я просто прикиду, сколько времени у меня уйдет на это дело. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Эксцентрик гораздо дольше греет поверхность, поэтому можно с одного прохода пытаться убрать И реально, не знаю как кому, а мне лучше видно, что я делаю именно на эксцентрике У ротора зализанность риски не дает просматривать на полную Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрим, что мы тут наделали Интересно получается Так, по таймлапсу По времени на 2 минуты быстрее я этот кусок сделал Но как ни странно, от белого меха на роторе глянется выше, чем на эксцентрике Не знаю почему То есть мех один тот же, паста одна и та же Ну получается, что реально ротор на этой машинке работает Явно видно, что тут мутнее, чем там Лучше, но чуть-чуть быстрее Но у ротора в этом плане огромный минус Мех умрет на вот этот мех, по крайней мере остаток На этом капоте погибнет полностью Если его переставить на ротор, он еще будет работать и работать Поэтому с точки зрения целесообразности использования средств Дешевле работать на роторе Меньше пасты в стороны разлетается И мех живет дольше Поэтому перебываем на роторе и фигачим все на роторе дальше Но ротор, блин, греет быстрее, сильнее На нем протереться легче Везде есть свои плюсы, свои минусы Прошел я белым мехом весь капот Все равно многое недопиленного Тут уже вообще бросил, мне надоело Надоело чухмарить его Теперь берем на эксцентрик оранжевый мех Мирка Он мягче работает, но реже, тем не менее, неплохо Но опять же, он дороже, чем белый Причем там прилично дороже Пасту возьму Автомеджик PS1 Приезжал Автомеджик Купил Купил у них фибра Очень понравилась мне желтая фибра Дальше на этот кадиллак Мы будем наносить вот это средство Покажу более детально Но пока что PS1 нам в руки Но тут есть мутность Сейчас посмотрим, как она мехом у нас уйдет Здесь, конечно, работа уже идет гораздо быстрее Потому что 90% основных трудностей уже убрали И остается только довести глянец и чуть-чуть забрать рисачок Смотрите, какая проблема идет Этот мех на эксцентрике Он крошится С него летят вот эти нитки И все место вокруг покрывается мхом рыжим Это огромный минус эксцентрика, конечно Но качество на выходе Мне очень нравится В среднем на одну такую машину Уйдет один такой мех Один такой мех И половина нормального поролона Что-то я многовато пасты бухнула И что-то не вижу Надо ее растянуть чуть дальше Ну, фактически вытираем ее до глянцевого состояния И тогда можно посмотреть, что точно получилось Так, ну, потрачено минут 10 Клюв выполирован PS1 на оранжевом меху Уже салфеткой что-то поймал, сарапнул Надо добить еще раз А вот белый мех на роторе Хоп, сразу и глянет с другой И добивается очень хорошо Ну, два этапа, конечно Два этапа чуть-чуть напрягает Так, надо царапину убрать Это именно от тряпки Протирать лучше прямыми движениями Тогда четко понятно От тряпки царапина Или не от тряпки Вот это явно от тряпки царапина Потому что движение аккуратно Так, как я вытираю Точно так же добиваем весь капот Думаю, минут 15 Может, 20 я его закончу Но поляна, конечно, огромная Тут по-нормальному три двери В этом элементе в одном Серьезный подход Ну, а мы продолжаем После того, как мехом желтым Все-все-все прошли Я попробовал на капоте Пройти эксцентриком на поролоне И PS2 Не-а Есть кое-какие такие царапки Которые еще надо дорабатывать Поэтому взял мерковский желтый поролон Рифленый На ротор обычный И взял У меня лежит Мы с Серегой вчера разговаривали По телефону Он говорит Блин, ну вот мне нравится Говорит, Rupes Zephyr Я говорю А мне как-то вот она Ну, вот как-то вот прям Не очень Думаю, возьму, попробую Не то, чтобы не очень В плане, как паста Не работает Ну, вот по сравнению С автомайджиком Ну, что-то не то Думаю, ну ладно Сейчас возьму, перепробую Может, что увижу Ну, паста работает Но, опять же Тут и цяток-то как таковых нет Я смотрю просто то, что тряпки Какие-то линии, которые наилозило Собственно, их я и убираю Но это убирает В принципе, любая паста Которая работает с риской Короче, сейчас прорабатываю У меня осталось дверь-крыло И потом на эксцентре Мягкий круг Третий номер автомэджика И 20 минут и мы заканчиваем Потом мы машину Отмываем, ну, продуваем Прочищаем Но я ее буду мыть То есть я ее пущу под мойку Время есть Машина не торопит То есть под керамику нету Вот этой срочности Тем более надо отметить стекла Потому что на стекла антидождь идет То есть она в любом случае идет Под мокрую подготовку Патрон 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 Ну, ну, как бы и все Процесс сложный Патрон Паралонными кругами Уже работа гораздо быстрее идет То есть основа Это мех И вот там действительно долго Теперь ПС-3 Мягенький кружок Эксцентрик Небольшие обороты, не вытирал предыдущую пасту, просто обдулся воздухом. По времени немного занимает задача. На этом свете не видно голограмм, но в таком движении голограммы убираются довольно-таки хорошо и быстро. Ну и блеска чуть-чуть придает. Ну что ж, продолжаем. Загнали этот корабль, по-другому не назовешь, он пол камеры занимает в прямом смысле, чтобы не пылился, потому что пыль, ну тяжело с него вытирать, он огромный. Здесь мы его и будем обрабатывать. Кузов уже обезжирен, обеспылен, но все равно какие-то пылинки, которые летают, они не страшны. Самое главное, что нет физической пыли, которая прилип. Обезжирено все водной обезжиркой со спиртом. Вода со спиртом, 70 спирта, 70 воды, извиняюсь, 30 спирта, либо же какая-либо заводская готовая водно-спиртовая обезжирка. Далее, будем сейчас обрабатывать, начнем со стекол и продолжим кузовом. Компания Noseol сделала скидку в виде подарка для этого автомобиля. Это обработка для стекол, поэтому начинаем со стекол и продолжим кузовом. Ну, в начале стекла, поскольку пшика я на стекла, кое-какие капельки падают на кузов, их надо растирать. Уже проверено, стекла, если капелька остаются на лакокрасочном, потом не растираются никакой керамикой для кузова. То есть их надо растирать именно вот этим составом для стекол. Хорошо перемешиваем. Начинаем сверху. Начинаем сверху. Довольно-таки простая процедура обработки, мне почему-то раньше казалось, что это гораздо сложнее. Так, стекла у нас обработаны. Подождал я чуть больше часа, чтобы стекла встали, все было нормально. Теперь приступаем к обработке кузова. Поставил решеточку на место, открашенную. Поставил сзади вот такую накладушечку, завоскую, как положено, чтобы было. Приступаем к обработке. Обрабатывается все будет составом на Зиол. Это топовый премиальный состав. Идет в таком красивом чехле. Ну, топовые составы все упаковывают очень красиво. Здесь есть индивидуальный номер состава. Ну, не знаю, насколько он там индивидуальный. Раз, два, три аппликатора. Они какие-то такие поролоновые на ткани. Не знаю, насколько это удобно, но попробуем. Я таким еще не работал. И, собственно, сам состав. Состав надо хорошо перемешивать. Так, вон тут у нас... Это не дозатор. Это просто заглушка-пробка. Очень интересно. Мне очень понравился металл-коут. У них самый простой состав. Тем, что он с пшикалкой, с распылителем. Ты, ёпты. Сразу скажу свое негативное мнение по поводу очень плотной пробки, которая тут заглушечкой идет. Чтобы ее снять, мне пришлось пойти и отверткой ее полностью, чтобы выколупать, порвать. Вообще неразумно сделано. Да, оно, конечно, герметично, круто, но открыть ее человеческим способом невозможно. Это из-за того, что мне прям не понравилось. Все остальное сейчас будем пробовать. У аппликатора есть специальная разметка тут. Это на нее вот так наносится состав. То есть мочится это пятнышко хорошо. И чисто с него потом все разносится. Не знаю, насколько это будет действовать. Будем пробовать. Состав наносится довольно-таки классно. Я уже прошел крышу. Заднее крыло и заднюю дверь. Чуть-чуть непривычно держать аппликатор так в руках. Но он хорошо, реально хорошо разносит. И очень удобно везде подлезть. Можно отдельным уголочком. То есть тут дело чисто привычки. У меня ощущение, что из-за такой формы аппликатора расход материала будет больше. Но зато подлезть можно действительно везде. Сейчас в помещении 17,5 градусов. Состав работает, скажем так, не спеша. Он не успевает высыхать. Я спокойно успеваю разносить весь элемент. И состав наносится таким жирным слоем. Растирается хорошо. Я пока что прошел уже почти весь борт. Не увидел никаких сложностей в растирании. Сейчас сделаю полный круг по машине по наружке. И потом все, что останется, пойду на внутряк залазить. Двери внутри. Наверное, и проемы. Чтобы машина была по максимуму закатана в это дело все. Реально можно везде подлезть. Очень удобно, что он гибкий. Просто непривычно. Потому что предыдущие все керамики, ну, керамики, жидкие стекла, давались другими аппликаторами. Ну, это у других фирм. Все, закончен. Автомобиль полностью. Отработали материалы автомэджик на Зиол и Мирка очень хорошо. Керамика, конечно, чуть-чуть придала глубины и дала блеск. Блеск, конечно, дала шикарный. К сожалению, погода сегодня не солнечная. Ну, даже вот в такую теневую погоду смотрится очень хорошо. Сейчас пройду, подотираю окна еще. Окна, двери, все дела. Машинка получилась довольно-таки интересной. Да, она, конечно, старая. Да, у нее есть куча недочетов уже по старым запчастям, которых просто не найти. Ну, в общем, в целом, состояние у машины, конечно, изменилось. Чуть-чуть преобразилось. Получилось, как по мне, очень симпатично. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...